ЛЕКЦИИ НА ДОЖДЕ Добрый день, здравствуйте, спасибо, что вы пришли сюда. Я благодарю канал Дождь за то, что меня пригласили. Я благодарю Дождь на улице за то, что вы не предпочли уехать по дачам. Так что вот такое хорошее совпадение. У меня большая аудитория, это очень здорово. Но это задает определенную планку, потому что, в общем, про слоу-фуд. Я обычно разговариваю с людьми в меньших группах, убеждая их, делая их своими сторонниками. Постараюсь сделать сторонниками слоу-фуд и вас. Хотя я вижу знакомые лица, и я знаю, что среди вас есть люди, которые знают, что это такое. О чем я буду говорить и какой у меня формат? Тем у меня много. Во-первых, что такое слоу-фуд, откуда он взялся глобально, история в России. Это как бы первая тема. А вторая тема, это тема более сложная, может быть, требующая большего интерактива, вашего, как сказать, внимания и участия. Это о тенденции, тренде слоу-лайф. Что такое слоу-лайф? Почему люди замедляются, и что в это входит, и что мы проповедуем, и что мы отрицаем, и так далее. Наверное, немножко пройдусь по нашим врагам, значит, по фастфуду, по вообще, так сказать, всему, вот, вот, фасттрек-лайф, там, и так далее. Транснациональные корпорации ПНУ, если получится. И, в общем, вот примерно такая у нас программа. По формату организаторы сегодняшней встречи были столь любезны, что не диктовали мне, в отличие от других средств массовой информации, значит, ты здесь так-так сядешь, встанешь, ответишь, заткнись, отбивка, поехали, там, так-так-так. А мне дали, в общем, достаточно большую свободу. Ольга мне сейчас еще раз это подтвердила, что, в общем, я буду не только лектором, но и модератором. Поэтому, мне огромная просьба, если вам что-то интересно, задавайте вопрос. Я думаю, что, если это, если нужен микрофон, можете сделать с помощью микрофона. Но, в принципе, аудитория не такая большая, мы сможем, можно, как сказать, я, наверное, нарушаю какие-то правила. Лучше с микрофоном. Сдавайте вопросы, перебивайте, спорьте. Очень важно, чтобы какие-то вещи, которые вам не очевидны, непонятны, с чем-то выше, с чем вы не согласны, мы высказываем. Потому что лекционный формат, ну, можно пойти в интернет, прочитать там мотивационно-установочные тексты, все это есть, значит, на различных сайтах. Я не для этого пришел, чтобы пересказывать содержание этих сайтов, этих всяких там статей и так далее. А для того, чтобы именно, может, поспорить, убедить, высказать свою точку зрения, обсудить ее с разных сторон. Начнем. Значит, что такое Slow Food? Slow Food – это международная организация. Международных организаций мы знаем много, там, Greenpeace, ВВФ и так далее, и так далее. Вот такого примерно формата международной организации. Организация называет себя экогастрономической. Начали мы, конечно, с гастрономии. Ну, мы это сильно сказано, потому что я в Slow Food попал лет пять назад, а существует она с середины 80-х. И инициировалось это все тем, что Италия, в которой многие из вас были, и многие из вас любят, я думаю, что многие были, и еще больше людей, которые ее любят, потому что эту страну невозможно не любить ни с расстояния, ни будучи в ней. Это страна традиций и в большой степени гастрономических, застольных традиций. Когда туда пришел фастфуд, как он пришел повсюду, то встречали его далеко не такими, значит, дикими очередями, как в 85-м году в Москве, там, открытие Макдональдса, я помню эту очередь, самую длинную в мире, которая попала, значит, в Книгу рекордов Гиннеса. В Италии все было немножко по-другому. Вот, но деньги у этих компаний астрономические, поэтому они договорились о том, что Макдональдс будет открыт на площади Испании. Знаете на площади Испании Макдональдс? Если никто его не помнит, то это достижение слоу-фуда, потому что была договоренность о том, что вот прямо рядом с испанской лестницей будет висеть вот эта гигантская двойная золотая арка. Представляете себе, да? Таким образом, фотографии, которые мы делаем, открытки, которые продаются в фильмы, я вижу выражение лиц такое брезгливое по отношению к этой идее, действительно возмутило итальянскую общественность, и люди активные начали с этим бороться, и в какой-то степени победили. Они понимали, что те традиции, на которых стоит Италия, они подвергаются колоссальному риску с приходом вот этих вот фастфудовских компаний, которые, как сказать, отменяют то, что мы называем сейчас жизненным стилем, в переводе с английского лайфстайл. Мне кажется, это неправильный перевод. Это скорее образ жизни. Вот то, что в латвии называлось modus vivendi, да? Вот по-английски это лайфстайл, значит, мы перевели сначала на английский, а потом на русский получился жизненный стиль. Стиль – это немножко другая история, это что-то наносное, да? А вот я сегодня там в таком стиле, в образе, да, или там стильно, да, это немножко другая история. Мы говорим об образе жизни, то есть о более глубоких вещах, о принципах, на которых строится наша жизнь повседневно. Вот. Итальянцы начали, значит, выстраивать некую философию. На первом этапе, первые там 5-10 лет, они боролись с фастфудом. Не только с Макдональдсом, хотя Макдональдс – это символ фастфуда, и, соответственно, Макдональдс был первой, ну, не жертвой, но, как сказать, врагом организации. Оттуда появилось понятие «slow food». Не сразу, где-то лет через 5 была зарегистрирована международная организация, и она начала развиваться. Дальше больше. В принципе, фастфуд в Италии был побежден. Если мы с вами путешествуем по Италии, то найти Макдональдс достаточно сложно. И ходят туда туристы и гастарбайтеры в основном. Или там совсем уже, значит, низкого уровня молодежь, в отличие от других стран. И надо было развиваться дальше. В чем развитие дальше? Была освоена и выстроена некая философия. Философия, которая основывается на том, что жизнь человека в обществе, в семье, в обществе, в культуре очень сильно связана с теми традициями, которые он усвоил с детства, которые принесли его... Видите, мы, казалось бы, мы говорим о чем-то новом, модерновом, а все это основывается на традиционализме. В Италии вообще очень своеобразно, потому что люди, которые присоединились к слову Фуду и его двигают вперед, это в основном социалисты или бывшие коммунисты. Коммунистическая партия Италии. Есть такая интересная история. И при этом они сторонники вот такого традиционализма. Сохранение традиций культурных, застольных, гастрономических образа жизни. В чем это заключается? Что вообще ставит под угрозу развитие фастфуда и развитие, страшно сказать, агропромышленности? Но вообще агропромышленность – это оксиморен, потому что в сельском хозяйстве не может быть промышленности. Есть сельское хозяйство. Если кто-то, здесь в основном люди молодые, но если были бы мои сверстники, вы бы сказали, что вспомнили, что когда мы изучали там экономику, у нас была промышленность и сельское хозяйство. Это разные вещи. Сельское хозяйство – это некий полумистический процесс взаимоотношения человека с землей, с традициями, с природой. Все эти приметы, связанные с движением планет, со святыми, с жаворонками, которые прилетели, улетели – это все, в общем, на промышленность не похоже. Это неформализуемые вещи, это иррационально, и это скорее что-то связанное с душой, нежели с головой. То есть это, как сказать, не левополушарная, а правополушарная деятельность человека. А когда в 80-е годы транснациональные корпорации освоили эти фронты, так сказать, сельского хозяйства, они начали вводить индустрию. Это, наверное, началось раньше, потому что мы показываем, слоу-фуд мы показываем фильмы про гастрономическую, на гастрономическую тему уже два года в клубе «Солянка». И один из первых фильмов, который мы нашли, был фильм с Фюнесом, где вот это все было, такой комик был во Франции, где вот вся вот эта вот история была абсолютно изложена. Это фильм 70-х годов. Я вспомнил, что в глубоком детстве я его видел, этот фильм, да, но не в глубоком, и вообще не понял о чем, потому что он, это был индикатор наступления вот этих вот компаний. И там Фюнес в качестве шеф-повара французского ресторана боролся, значит, с какой-то страшной компанией, очень похожей на Джеймса Бонда, только, значит, не завоевание мира через там какие-то ракеты или что-то, а завоевание мира через изготовление еды промышленно из каких-то непонятных вещей, значит, он проникает на этот завод, очень похожий на Джеймса Бонда, прям вот пародия, да, он проникает на завод, где там из какого-то котла лепятся курицы, потом они там красятся, потом они упаковываются, похоже, да, на современную, на ту курицу, которую мы едим каждый день. Вот таким вот образом это западное, европейское, сначала европейская интеллектуальная элита, активные люди сопротивлялись этому и в фильмах, и в книгах, и в движении. И на что мы можем этому противопоставить? Противопоставить этому мы можем очень простую вещь – фермерство. Фермеры существовали всегда с доисторических времен, это были люди, которые производили еду, я хотел сказать, сельскохозяйственную продукцию, потом подумал, будет не политкорректно в отношении к моей, так сказать, идеологии, значит, производили еду на собственных участках, семьями, общинами, больших количествах, меньших количествах, с участием механизации, с участием каких-то более прогрессивных вещей, каких-то удобрений, но все это было связано в единую экосистему, которая давала возможность сохранять эту окружающую среду, не портить жизнь. Опять же, и воспоминания с детства, что, значит, засевается поле, затем, что оно какое-то время работает, потом оно по этому полю дает отдыхать, оно стоит год или два под парами. Да, вот, может быть, вспоминаете, все это у нас в школе было. Это все вещи, которые за последние 20 лет агропромышленность уничтожила. А вот, фермеры, значит, кто такие фермеры? Это люди, которые не только производят эту продукцию, это один из ключевых систем, один из ключевых элементов культуры. Может быть, не национальной культуры. Слоуфуд не оперирует понятием национальной культуры. Мы говорим больше про региональную культуру. Региональная культура – это что-то связанное с регионом, с каким-то районом, в котором мы живем, с тем, что вот здесь у нас растет, с теми ягодками, с теми птичками, с теми рецептами, с теми традициями, с теми песнями, фольклором, которые развиваются именно вот здесь, вот вокруг нас. Если это в России, конечно, вот сразу можно вспомнить там корюшку питерскую, которую привозят в другие города, но, в принципе, вот это вот такой пример региональной кухни. Для чего нужны фермеры? Ведь можно их заменить, можно импортировать, значит, все эти продукты из непонятно каких стран, это будет дешевле, они будут там упакованы и так далее. Фермеры нужны с нескольких точек зрения, с точки зрения слоуфуд. Во-первых, это сохранение некой культурной инфраструктуры. Вот обратите внимание, если мы приезжаем в ту же там Францию или Италию, ну там, значит, быстро посмотрели Лувр, да, или там, ну, и дальше мы выезжаем за город, и мы видим прекрасные пейзажи, красивейшие, значит, ухоженные поля, луга, рощи и так далее, и так далее. Что это такое? Кто вообще этим занимается? Это инфраструктура, которая сохраняется десятилетиями или столетиями, или тысячелетиями, наверное, и сохраняют ее фермеры. И то, что европейцы поддерживают фермерское движение государственное, не движение, фермерский класс, дают им дотации, то, чего хотят наши фермеры и так далее, это связано в большой степени и с тем, что там люди мудро понимают, что если это разрушится, то получится столь привычный нашему глазу пейзаж с покосившимися заборами, заброшенными, заросшими, значит, бурьяном там полями, этими сам полупокинутыми деревнями, все это очень быстро происходит, как это произошло у нас. То есть это сохранение страны как некой целостности. Второе, я думаю, что каждый из нас согласится, что два, максимум три поколения назад, то есть у каждого из нас есть дедушка, бабушка или, в крайнем случае, прадедушка, прабабушка, которые были крестьянами, которые жили на земле. И эта традиция, генетически заложенная столетиями, тысячелетиями, она сохраняется. Если мы от этих корней оторвемся, то мы потеряем эти корни. Ну, хорошо, фермеры, что с ними делать? Ведь то, что они производят, это дорого. Значит, если мы пытаемся покупать фермерскую продукцию, мы понимаем, что она достаточно дорогая. Вот за 20 лет развития Slow Food в Италии, по крайней мере, сейчас я расскажу про более, так сказать, глобальную историю, я отвечаю на вопрос, который мне обычно задают. Говорят, да, мол, давай, говоришь, там, фермерскую продукцию покупай. А вы выходили на рынок, вы знаете, сколько это стоит? Знаю. Но знаю, что в Европе фермерские продукты по цене в большой степени сравнялись с продукцией агропромышленности. Ну, и еще один вопрос очень важный. Это вопрос, связанный с биоразнообразием. Что такое биоразнообразие? Вот представьте себе некий, как сказать, бизнесмен, который работает в сфере агропромышленности. Какая цель у этого бизнесмена? Получение прибыли, да? Какая цель бизнесмена? Получение прибыли. Нормально, нет, я тоже бизнесмен, и тоже не против, значит, получения прибыли. Что такое прибыль в сельском хозяйстве? Это очень простая вещь. Вы находите тот сорт или тип, тот тип деятельности, который дает наибольшую маржу, правильно? Например, если вы сажаете картошку, то вы выбираете тот сорт картошки, который дает самый большой урожай. Нормально? Нормально. А что вы делаете с остальными сортами картошки? А что с ними происходит через 5-10 лет? Они исчезают, да? И вот, пожалуйста, футуристическая картинка. Если бы не слоу-фуд, если бы не мы, что происходило бы в мире? 5-10-15 лет, и у нас был бы один сорт картошки, один сорт морковки, один сорт помидоров, самые производительные. А по вкусу? А разве бизнесмена волнует вкус? Его волнует прибыль. Нормально, да? Таким образом, мы вымывается вот это биоразнообразие. Исчезает вот этот вот спектр различных видов, там, я не знаю, куриц, гусей, помидоров, яблок и так далее. А как это сделать? Тут вступает в силу маркетинг, который вам говорит, что вы должны покупать то, что вам продают. Как сделать то, чтобы мы забыли о биоразнообразии? Уничтожить информацию о биоразнообразии. Ее нет. Вот я помню, что в моем детстве мои родители глубоко городские люди, мы приходили на рынок, и они, выбирая, я не знаю, картошку или морковку, говорили, а это сорт каратель, он лучше на салатик, а это вот лучше в супчик, вот это вот такая морковка. Кто из вас знает сорта морковки, картошки, я не знаю. Вот с детства помню, значит, уже эта информация, она вымыта. И я не сторонник теории заговора, я сторонник, так сказать, каких-то вот объективных процессов, это не нужно. Мы должны выбирать самое красивое, самое хватающий взгляд и самое дешевое. Вот эти вот три, там, два-три принципа маркетинга. Значит, цена-качество, хороший лук, хорошая упаковка, продажа. Дальше, значит, в сельском хозяйстве, в агропромышленности наступил такой момент, когда этим занялись уже там, там уже миллиардные прибыли, и начали люди заниматься, начали думать о том, как сделать эту урожайность еще больше. Потому что выбрали самые урожайные, вы уже знаете, о чем я буду говорить. Значит, выбрали самую урожайную картошку, но она дает какое-то урожай, а дальше никак не получается. Это вам не сборка автомобилей, когда там еще один робот-рука, и еще, значит, там больше, больше, больше. Надо думать над тем, чтобы урожайность росла. Что для этого было сделано? Была придумана геноинженерия. Вернее, не придумана, она была применена в этой сфере. Значит, начали экспериментировать с генами вот этих вот сельских сельхозпродуктов и делать так, чтобы урожайность была еще больше, еще больше, еще больше, еще больше. Генетически модифицированные продукты. Очень много говорят об их вреде. Я не буду говорить о вреде для здоровья каждого человека, потому что там много есть спорных фактов, я не очень ими владею, и вообще я не знаю, насколько это к теме нашей не относится. Я хочу сказать о вреде генетической ГМО для вот этой вот инфраструктуры культурно-фермерско-сельскохозяйственной, связи человека с обществом, истории природы и так далее. Значит, во-первых, генетически модифицированные продукты, они не являются потомками, то есть они как бы не относятся к тому, той еде, которую мы ели в течение последних десятков тысяч или миллионов лет. Это нечто другое, это вообще другая история. Поэтому, что будет с нами через, там, 20 лет, но это я, нет, я опять скатываюсь на вред, но не будем об этом. Но с генетическим модифицированием ГМО произошла следующая история. Значит, предположим, вы хотите как фермер или как агропромышленник получить больший урожай. Вы покупаете, значит, какие-то семена, там, гречихи, ГМОшные. Вы выращиваете этот урожай. Этот урожай не дает те семена, которые вы сможете посадить. Внимание! Значит, вы заключаете договор с компанией, которая, как сказать, вам продает эти семена. И вы каждый год или каждые два года покупаете у них эти семена. Если у вас кончились деньги или, там, не дают кредиты или что-то такое, вы остаетесь с пустым полем, который не дает урожая. Что получается? Получается, что в данном случае гречиха была приватизирована компанией, производящей эти семена. Приватизация, да? Имеют ли они на это право? Цивилизационно? Безусловно, нет. Потому что вся сельскохозяйственная продукция, подчеркиваю, вся сельскохозяйственная продукция, принадлежит всему человечеству. Это продукт, это продукт, так сказать, человечества. Представьте себе ситуацию, если бы, например, вам бы сказали, хочешь научиться читать, вот компания, которая владеет патентом на умение читать, вот иди к ней, плати деньги. Ну, да? То есть у нас получилось... А читать мы научились гораздо позже, чем сажать продукты или, там, я не знаю, выращивать домашних животных. Это продукт цивилизации, который был приватизирован. То есть есть целый набор вещей, которые относятся к биоразнообразию, которые нарушают базовые права людей. Что это за права? Мы, в слову ФОД, говорим, что мы защищаем право на удовольствие. Здорово, правда? Такой просвещенный гедонизм. То есть, почему, собственно говоря, мне вот, я по характеру очень не люблю какие-то, так сказать, я не знаю, секты, ограничения и так далее. Я всегда старался жить очень широко. Чем меня привлек слоу ФОД, это тем, что эта философия инклюзивная. Значит, есть эксклюзивная философия, этого нельзя, того нельзя, только так. Вот тебе там ритуалы, по которым можно. Значит, в эту церковь я хожу, в эту церковь я не хожу. Есть масса примеров, анекдотов. Я не буду об этом говорить. Я думаю, что многие из вас касались таких направлений, движений, когда вы запираете себя, ограничиваете. Слоу ФОД этого нет. Мы стараемся быть открытыми для всего. Самое главное, мы защищаем одно из самых базовых, основных принципов жизни человека. Право на удовольствие, на получение удовольствия. Это включает, как сказать, право получить, действительно, есть разнообразную еду, вкусную еду, еду, которая, как сказать, не приносит нам вреда. Что такое правильная с точки зрения слоу ФОД пища? Три очень простых принципа. Первое, пища должна быть... Какой вообще? Первое, что вы скажете о пище? Какой она должна быть? Свежая. Свежая. Вкусная. Нет? Вкусная. Еда должна быть вкусной. А вот то, что с нами сделали, сделали транснациональные корпорации, когда-то, значит, на ходу, там, хватаешь бутерброд один и тот же изо дня в день, потому что ничего другого нет. Значит, на ходу, там, это, значит, за компьютером, там, это левой рукой, правой, там, майонез капает и так далее. Это убивает вкус, мы не чувствуем вкуса, для нас еда становится функциональным отправлением, как в туалет сходить. Знаете, это, хотя туалет тоже может быть приятный, там, но с едой тем более. Значит, еда должна быть вкусной. В первую очередь, она должна быть вкусной. Для того, чтобы она была вкусной, она должна быть свежей, она должна быть разнообразной, она должна быть хорошо приготовлена, она должна быть приготовлена с любовью, она должна быть потреблена неторопливо, мы скоро перейдем к slow life, да? Вот, она должна быть потреблена неторопливо, в каком-то красивом, приятном окружении, ритуале. Любой диетолог, физиолог, они не очень любят об этом говорить, потому что это плохо продаётся, вам подтвердит, что если вы при потреблении еды не получаете удовольствие, то физиологические процессы у вас придавлены. Это понятно, да? Если вы не получаете удовольствие от того, что вы делаете, то вы делаете это хуже. Это ваш организм, ваш метаболизм работает хуже, если вы не получаете удовольствие от еды. Если вам какой-нибудь диетолог сказал, кефирная диета, утром кефир, вечером огурцы, похудеете за, значит, за там, или что-нибудь в этом роде, и вы, значит, пихаете это хозяйство в себя, да, я пробовал такие вещи, нет, кефир, огурцы нет, но там всякие, вот, и умом говорите, мне это нужно, мне это хорошо, мне это нужно. Вы не получаете удовольствие, это плохо работает. Вы избиваете с толку ваш метаболизм, которому, между прочим, тоже миллионы лет, и который как-то, в общем, приспособился к окружающему миру. Значит, то есть еда должна быть вкусной, это нужно получать удовольствие. Второе, еда должна быть чистой, полезные, свежие, органические, натуральные, построенные, ну, я ещё раз говорю, это сотни миллиардов долларов, есть не триллионов, как сказать, глобального оборота, которые в этом есть, значит, возьмём там 5, 10, 15 процентов, которые тратятся на маркетинг, это безумные деньги, люди придумывают, как вам всё это дело, значит, впихнуть, впарить, продать, и они там ставят этикетки, там, натуральное, значит, эко, шмэко, там и так далее, видели наверняка, да, в дорогих магазинах, там, такие лыбаки. И с уважением и низким поклоном отношусь к маркетологам с завистью, знаете, которые сумели вот это всё, значит, создать некую вот эту вот парадигму. На самом деле всё очень просто. При выращивании и при хранении, при переработке, при транспортировке еды не должны использоваться неприсущие этому методы. Объясню. Предположим, вы покупаете, идёте в дорогой магазин, покупаете экологическую брынзу из гор Греции, которые там, эти овцы бегали там по горам, значит, их там кормили всё правильно, там, т-т-т-т, значит, из этого молока сделана брынза. Что с этой брынзой дальше происходит? В вакуумной упаковке, да? Она попадает в вакуумную упаковку. Дальше что? Холодильник, да? Потом этот холодильник, значит, контейнер, холодильник, там, везут, там, ну, или, там, морским путём, или, там, на этих самых, по железной дороге, привозят на склады, да? Потом это стоит на склад, потом это разгружают, потом это выкладывают. А что происходит с этой брынзой, с её высокой органикой за эти, там, две-три недели, пока она дойдёт до вас? Вы знаете? Я не знаю. А вот люди, которые ставили штампик эко, они за это отвечают? Нет. Они сказали, эко на тот момент, когда её кладут в упаковку, когда уже, значит, её упаковали, никто не знает. Это просто один пример. Я не говорю, что, значит, я не к тому, чтобы мы все бросились и говорили, по магазину сказали, вот уберите вот этот вот, здесь всё у вас неправда написано, потому что это всё не эко, это всё не так. Так, вовсе не в этом дело. Дело в том, что если, как сказать, ограничить себя невозможно, становиться параноиком и ходить, значит, со счётчиками Гейгера по полям, потом выбирать, там, значит, вот эта редиска вроде не щёлкает, вот, значит, вы превращаетесь уже в африка такого, и это невозможно. Но нужно стараться, чтобы еда была чистой. Поэтому в слоу-фуд нет чётких критериев. Два-три года на земле не должны использоваться химические удобрения, инсектициды, пестициды. Достаточно ли два-три года? Может, и недостаточно. Вода должна быть, там, артезианская или, там, дождевая. Хранение должно быть минимизировано, упаковка должна быть минимизирована, да. Как это сделать? Сделать это очень просто. Надо потреблять местные продукты. Если вы знаете, что это сорвано с грядки сегодня, то шанс того, что это свежее, выше. А для чего вообще вот существует вот эта вся индустрия хранения, значит, генетически модифицированные? Генетически модифицированные продукты, перед ними стояла сначала задача урожайности. Вторая задача, которая перед ними стоит, это задача длительного хранения, да. Значит, если вы что-то произвели, и у вас это через неделю, я не знаю, кто-нибудь имел дело с хлебом, который произведен без улучшителей вкуса, добавок и так далее. Он сохнет на второй день, да, сохнет. А хлеб, который произведен по-другому, он даже не сохнет, плесневеет. Что такое плесень? Это какие-то грибки, да, от пенициллина там какой. Значит, там что-то такое добавлено, чтобы это не портилось, не сохло. Значит, вот эти вот добавки, которые дают возможность этому неделями лежать в холодильниках, на полках, в контейнерах и так далее. Это, наверное, не очень полезно. Я не знаю, но, наверное, не очень полезно. Как этого избежать? Просто не покупать продукты, которые долго хранятся, продукты долгого хранения. Значит, мы приходим обратно к той схеме, по которой жили наши предки, предки всех людей на земле. Здесь произведено, привезено в город, куплено, сегодня съедено, завтра съедено. Маленькие холодильники, ежедневные, или там каждые 2-3 дня поход на рынок. Напоминает это что-то? Да. Это напоминает то, как живут южные европейцы. Ну, вы скажете, им хорошо, у них там по 5 урожая в год, да, Сицилия, Сардиния, да, правильно? Вот. Но наши предки тоже каким-то образом жили. Они пользовались, они их что-то сушили, что-то вялили, значит, и очень сильно опирались на сезонность. Сейчас сезон того, затем сезон другого. На это же опирались все ритуалы, связанные с церковными постами, с приметами, что, значит, это мы едим, потом мы не едим, значит, здесь мы постимся, затем мы, так сказать, там, идет там разговение и так далее, и так далее. Можно ли заставить людей вернуться к этому и надо ли? Наверное, нет. Наверное, так же, как, наверное, было бы странно сказать, что вот, значит, давайте все сами себе шить обувь, я вот вам шила, вот вам кусок кожи, значит, поехали. Да, это невозможно. Прогресс существует, нравится это нам или нет. Но, тем не менее, Slow Food поставил своей задачей возрождение этих рынков во всем мире. И одна из задач, которая ставит перед собой движение, это дать возможность минимизировать, как вот, minimize the road from the farm to the table, да? Да, минимизировать путь от грядки к столу. А, значит, это рынки, это какие-то личные поставщики. Надо сказать, что философия Slow Food следует, не сильно в этом признаваясь, очень богатые люди во всем мире, в том числе и в России, в течение многих-многих лет. Если среди ваших знакомых или здесь есть олигархи, есть олигархи здесь, нет? Потому что они все знают, да? Вот спросите любого олигарха, и он вам скажет, что у него есть свой молочник, свой мясник, правильно? Они не ходят даже в возбуку вкуса, да? Нет, я как бы с полным уважением, да? Просто это люди, которые имеют своих поставщиков, как в свое время это были, там, поместные князья и так далее, были свои. Мало того, я знаю, как сказать, совершенно точно, что у большинства из наших олигархов из списка Forbes есть свои подсобные хозяйства, там, десятки или сотни, значит, гектаров, да, или тысячи гектаров, где они выращивают абсолютно натуральные продукты для себя и близкого круга. Вот. И они не покупают, значит, органическую брынзу из Греции в вакуумной упаковке. Понятно. То есть, все, что можно, выращивается здесь. То есть, этот паттерн принят. Значит, и вот следующий момент, которым занимается Slow Food, я сейчас фильм на эту тему покажу, это помощь тем, кто держится за вот эти вот вымирающие виды сельскохозяйственных животных, растения и так далее. Хорошо в Италии им действительно повезло, потому что это движение пришло и в то время, когда там, в стране очень традиционной, очень консервативной в быту, ну, там действительно быт настолько красивый, что от него отказываться ради вот этих американских фастлайв, там, фасттрек, там, это все не было смысла. Сохранялись маленькие сельские хозяйства, которые выращивали свой вид, там, гусей, слив, помидоров, огурцов, куриц и так далее, и так далее. И Slow Food, понимая, что в конкуренции с глобальными брендами и с бройлерными курицами все это хозяйство, значит, согнется, они начали создавать фонды финансовой помощи, поддержки, начали, так сказать, заниматься продвижением вот этих продуктов, созданием, значит, забыл, как это называется, по-итальянски, там в фильме будет, Slow Food вообще очень поэтичная, как сказать, история, там очень много такой поэзии, вот слово Convivium Ольга просила расшифровать. Это, они строят, так называются, крепость, значит, вокруг вот этого хозяйства выстраивается крепость из общественности, из правительства местного, из, значит, магазинов, которые покупают эту продукцию, и из тех людей, которые, журналисты, там, туристические гиды и так далее, которые занимаются промоушеном и объясняют, почему вот надо идти в этот ресторан, есть вот эту вот курицу, хотя это, там, дороже, да, вот, забыл, как, президия, вот, слово президия, это там, какого-то то ли греческого, то ли латыни крепость, вот они создают президии, которые окружают вот эти вот места и, так сказать, защищают их. Это все была итальянская история. Одновременно в многих странах мира, в Соединенных Штатах Америки, в стране, где 10 лет, 20 лет назад, вот, я там приезжал, там, в Америку, ну, там, кроме, там, там, нескольких ресторанов Greenwich Village, там, просто, вот, ел, и ты понимал, что, что организм просто сопротивляется, то есть, вот, ощущение, там, химии в носу, там, хлорки, продукты невозможно было взять, то есть, там, действительно, была катастрофическая ситуация. Там, сельская, там, вот, эта вот, агропромышленность, она довела до того, что еда была вся искусственная, вся некачественная, американцы болели, ну, посмотрите на них, да? Вот, и это тоже стало понятно, появилось вот это вот стремление к фермерству, слоу-фуд начал развиваться. Сейчас слоу-фуд существует в 150, 160 странах мира. Как зарегистрированы организации? Сторонники страны, сторонники слоу-фуда существуют практически во всех странах мира. Все страны, которые, вот, я знаю так, ну, есть страны, которые мы не знаем просто, они есть, но мы их, там, еще не приспособились. Все страны, которые я знаю, вот, в них слоу-фуд существует. Я просто смотрел по списку, думал, а вот эта страна есть? Есть. Это вот все, что есть. Значит, это порядка, там, 100 тысяч человек, активных, активных членов. Самое большое развитие слоу-фуд получил, соответственно, в Южной Европе, значит, в Италии, во Франции. Во Франции эти традиции сохранялись немножко по-другому, поэтому слоу-фуд во Франции как идеология существует, но, может быть, не в рамках организации. В Германии, то есть это наиболее индустриально развитые страны, Соединенные Штаты Америки, Японии. Вот страны, в которых нас больше всех. Значит, сейчас, наверное, мы посмотрим на слайды. Нет, сейчас, секундочку. Вот это экран, здесь будут слайды. Я рисовать не умею, поэтому, в отличие от Андрея, я как бы хотел... Да? А у нас скоро будет... Перерыв. Да, и после мы, наверное, посмотрим видео. Да. Сейчас мы еще немножко... Да, тогда я немножко поговорю, а потом мы... Видите, вот... Вот остановиться сложно, когда рассказываешь о любимом. Виктор, а расскажите пока вот прекрасные истории, как вы пришли к слоу-фуду, как вы первый раз увидели. А потом посмотрим видео. Да, пять лет назад я был в Сицилии с этой дочкой, которая... Ну, это правильно, дети учат родителей, тем более, что там ребенку уже было 25 лет, и она как бы ориентировалась в цивилизации лучше меня. Поэтому мне сказали, какие книжки читать, какие там фильмы смотреть, какую музыку слушать, там и так далее. Вот. И в городе Катания, это сицилийский город с населением, по-моему, 400 тысяч человек, 500, полмиллиона, там университет есть. Ну, такой нормальный европейский город. Красивый. Очень рекомендую. Мы пошли в ресторан. И... Ну, а я до этого еще жил в Италии какое-то время, и так ориентируясь в итальянской кухне, я открываю меню, ничего не понимаю. Я начинаю смотреть, что мы делаем, когда мы не понимаем, что происходит в меню. Мы смотрим соседние столы, да, что там люди едят. Я ничего не понимаю, я не узнаю ни одного блюда. Я дочке говорю, что в дело? Она говорит, папа, это слоу-фуд, ты что, не в курсе? Я говорю, нет, я не в курсе. Пойдем внутрь. Мы вошли в ресторан внутрь, это было на веранде. Там лежали какие-то буклеты. Я вот принес какие-то буклетики даже, если вам будет интересно, просто заберете. Что это такое за... что это за организация, про фестивали и так далее. И, в общем, вошел в эту тему. Когда я приехал в Москву, начал об этом рассказывать, то оказалось, что слоу-фуд в России уже существует с 2004 года. Это была группа ученых, которые ездили в Италию на эти конгрессы, которые занимались именно сохранением биоразнообразия. Мы им должны быть благодарны, потому что довольно большое количество уникальных местных видов, особенно это касалось там коров, гусей, коров, гусей и коз было сохранено вот этими учеными. Но они не занимались пропагандой. Поэтому я понимал, что мне за ними не угнаться. Я, значит, когда они разговаривали между собой, я так отдельные слова понимал, но только общий смысл. Я понимал, что моя функция, как специалиста там в маркетинге, в пиар, значит, сделать это достоянием общественности. Поэтому мы просто создали такую группу, которая занимается вот тем, чем занимаюсь сегодня я. Мы рассказываем, показываем, создаем какие-то громкие мероприятия, которые, в общем, вот привлекают к этой идеологии людей. Вот. И есть конвивиум. Конвивиум – это слово тоже такое поэтическое, придуманное лидерами слоуфуд. Это вот что-то типа сообщества. Кон – это вместе, да, а виверы – это жить, по-моему. Да, вот по-латыни, если кто-то латынь знает. Олигархов нет, а знатоки латыни есть. Вот. Вот что-то так. Значит, это вот типа сообщества людей, которые вместе живут. А вместе живут – это, значит, вместе едят. Да? И вот целый ряд вещей, которые мы делаем, я, наверное, на слайдах покажу. Это фермерский рынок, который мы организовали в сентябре прошлого года на Дорогомиловском рынке. А потому что, когда мы пришли на Дорогомиловский рынок, начали рассказывать дирекции рынка. А это такие конкретные пацаны, да, ну, представляете, рынок, да? То есть, которые вот рулят рынком, да, вот там какие-то там потоки, там того, сего. И когда мы начали им это рассказать, они сказали, да, мы все понимаем, все. Мы такие же. Я говорю, ребят, это вообще там Запад, слоуфуд. Вот, Виктор, фермеры, еда, мы знаем. Говорит, вот меня бабушка учила. Приходишь на рынок, как выбирать продукты? Ты берешь, значит, сначала смотришь глаза продавцу. Если человек тебе нравится, если он тебе улыбается, если ты чувствуешь положительную энергию, значит, зачет, да? Следующий зачет – это... Что вы делаете следующим? Правильно, понюхать, понюхать. Причем понюхать со всех сторон, да? Потому что, особенно если это лежит мясо, если оно лежит на прилавке на противне металлическом, да, то вот всякая гадость, она отпускается вниз. Вы берете этот кусок мяса, да, руки будут грязные. Переворачиваете и нюхаете. Если пахнет хлоркой, селитрой, значит, вы улыбаетесь и идете дальше. Что еще нужно сделать? Если это продукты, которые вы можете попробовать, вы их пробуете. И на рынке все предлагают – попробуйте, да? А я вот когда у нас был фестиваль, у нас было довольно много молодой публики приходило, там такие трендовые издания, там, как сказать, такая молодежь, такая хипстерская, условно говоря. Я говорю, Виктор, а можно попробовать это, не опасно? Я говорю, нужно попробовать. То есть люди, отвыкшие вот от этого формата взаимодействия с производителем, они просто отвыкли. Вот, вот это первая тема, которой мы занимаемся. И следующая я уже, наверное, после перерыва, да, или как? Да, у нас сейчас короткий перерыв на рекламу. А мы продолжаем, и сейчас посмотрим, вот кадры у нас появились. Да. Фермерский фестиваль, видите, красивый дизайн, нам британка сделала дизайн бесплатно. То есть с нами сотрудничают действительно люди за интерес, это было здорово. Это открытие фестиваля, это вот я же с микрофоном, наши партнеры. Вот справа от меня это директор Драгомерского рынка. И вот так вот мы это сделали. На территории рынка, значит, мы нашли фермеров, которые... Жалко, поросенка, да? А что делать? Да? То есть лучше, когда это все упаковано, и вообще не поймешь... Извините, что я на вас наехал, но просто я увидел выражение лица. Вот. Мы сделали вот такие вот флажки, значит, поставили участникам. Вот. Вот это баранина. У нас там прямо ее при нас рубили из нее, там делали плов, шашлык и так далее. Вот. Это такая очень русская вещь на самом деле, потому что наш климат, если хотите, мы можем поговорить по поводу русской кухни, но немножко другая тема, наш климат, он требует сохранения. Поэтому вот эти вот вяленя, сушения, консервы, закрутки, вот это все такая русская очень тема. В Италии это гораздо менее развито, по понятным причинам, потому что там все время все свежее растет. И у нас были палатки на улице, потому что не все фермеры, естественно, поместились внутри, там были, значит, палатки на улице, у которых тоже вот это вот какие-то вот без сахара какие-то там. Вот так, все время я. А, это вот еще одна тема была. Огромное количество очень известных и пафосных поваров, шеф-поваров с радостью пришли к нам делать мастер-класс, естественно, бесплатно, потому что вот действительно это всем нравится. Вот там вот Паша Рогожин, очень такой рублевский повар, он сказал, что все бросаю. И делал, значит, такой русский десерт, он делал, он что-то из тыквы делал, и делал, десерт, значит, творог с облепихой, сейчас вы видите, выглядит потрясающе. Это он из тыквы что-то делал, Паша. Так, вообще можно и так, наверное, да? У Павла своя очень крутая философия. А? У Павла своя очень крутая философия. Да, но он с нами, он нас поддерживает. Она совпадает с вашей. Да, 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 столько, сколько он может, он всегда с нами работает. Вот. А это народ ломанулся, значит, за десертом. Это вот Константин Жук. Ну, в общем, такие довольно известные повара. Это ребята из журнала «Гастроном». Мариана Стебенкова. Так, это при фестивале мы закончили. Вторая тема, которой мы занимаемся, это тема, я уже рассказываю про Москву, про вот наш конвивиум, которым я, называется типа лидер, лидер конвивиума. Это сенсорное воспитание детей. Два слова по поводу сенсорики. Я слышал, слушал выступление Андрея до этого, он говорил относительно воспитания, относительно, как сказать, воспитания там воображения и так далее. И он очень точную вещь сказал, что это нужно делать с детства. Действительно, развитие каких-то базовых навыков должно происходить в очень раннем возрасте. И, опять же, скажу такую спорную вещь, что очень многие люди моего возраста, ну, там, нашего, там, старшего поколения, выросшие, значит, на фабричных котлетах советских, там, и сосисках, сделанных непонятно из чего, Разбогатев становятся гурманами и, значит, сидят с важным видом с этими, там, бокалами или, там, значит, это фуар-гра, там, чуть-чуть жирного. Французы очень ржут, потому что они рассказывают, что самые большие продажи устриц в Москве были, когда, значит, там, из-за каких-то природных условий на каком-то там побережье что-то было неправильное, устрицы выросли жирные, французы их есть не могли. И все отправили в Россию, смели. Вот такая устрица. Ну, понимаете, да? То есть, я о чем говорю? О том, что это фейк. В большинстве случаев эти люди умеют читать этикетки, у них есть понты, амбиции на то, чтобы показать, какие они, значит, продвинутые, но разбираться во вкусе они не могут по определению, потому что это развивается в детстве. Это то, что, так же, как любое эстетическое восприятие музыки, так же, как если ты всю жизнь слушал, значит, русское радио, в широком смысле, я не имею в виду радиостанцию, а потом тебя, значит, девушка привела в консерваторию и даже приучила все это слушать. И ты различаешь, ты все равно не чувствуешь музыки. Все равно у тебя вот на эстетическом уровне, на уровне подсознательном, ты, как сказать, знаешь это. Все остальное – это некая надстройка знаний. То же самое с едой. И поэтому мы считаем, что одна из самых главных задач организации в России – это сенсорное эстетическое, эстетическое в широком смысле, потому что это тоже эстетика, сенсорное воспитание детей. Вот это несколько классов сенсорики, которые у нас были. А вот здесь мы тестировали детей, как они чувствуют, значит, насколько у них забиты рецепторы. Там было очень забавно, потому что сначала тестировали нас, взрослых. Значит, там была градация от 1 до 5, значит, 1 – это очень чувствительные рецепторы, там 2 – хуже, 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 5 – это самое плохое. У меня была пятерка. Это я, чтобы сразу сказать, что да, рецепторы половина убитые, забитые, сбитые с толку, и как я ни стараюсь, я, в общем, остался на пятерке. А когда мы детей тестировали, то один из этих, почти все были 1-2, а это был фестиваль Сизенс в прошлом году. А один ребенок, он был на уровне взрослых, у него была пятерка, и к нему подошел наш преподаватель, говорит, а что ты больше всего любишь есть? Какой был ответ? Чипсы. Вот вам, пожалуйста, забитые, были забитые рецепторы. Виктор, а расскажите поподробнее, вот что они пробовали, потому что методика. Ну вот, это секрет. Они пробовали простую вещь, они пробовали раствор соли. То есть, единица – это очень слабо концентрированный раствор, а раствор соли сильнее, сильнее, сильнее. Они должны были догадаться, что это такое. Значит, ты на каком стаканчике-то догадывался, на таком уровне? Это очень просто, да? Здесь они пробовали различные вещи, связанные, значит, с тактильным восприятием, со звуковым восприятием, потому что еда воспринимается в комплексе. Это консистенция, это не только вкус, это запах, вкус-запах, консистенция, размер. Например, ведь почему во всем мире конфеты одного размера? Не обращаю внимания. Бывают конфеты-гиганты, но это как бы нонсенс такой. Потому что это что-то, что нужно один раз положить в рот. А почему, скажем, хлеб, как правило, больше? Потому что, ну и так далее. То есть, размер тоже имеет значение. Тот звук, который это производит, значит, чем-то похрустеть. Да, я не хочу приводить рекламные слоганы, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот. Вот здесь мы, значит, работали с размером, с этим, со звуком. Здесь мы работали... Я уж не помню, что это еще. А, здесь мы просто сделали сэндвич, давали детям и просили их давать характеристики. Сразу было видно домашние дети и, ну, скажем, никого не обижая, не домашние дети. Потому что не домашние дети, они быстро все слопали. И ничего сказать не могли. Ничто там было внутри. Ничто им понравилось, не понравилось. Правильный размер или нет. Какие были там ингредиенты, вкусы и так далее. Это был лонч журнала «Хлеб, соль» есть такой журнал. Вот когда они его делали лонч. Это был декабрь 2009 года, по-моему. Они нас пригласили тоже привезти сенсорику. Это снова... Это один из наших партнеров постоянных. Это гостиница «Арарат Пархаят». Вот этот дядя справа в белом, это шеф-повар Пархаята, Гиом Жули, который после фестиваля мне написал письмо, от которого я чуть не прослезилась. Там было написано. Как француз, как шеф-повар и как человек, я обязан поддерживать слоу-фуд всем своим сердцем. И они нам помогают. Вот мы с сентября, если всё сложится, запустим сенсорные классы для детей вот в Хаяте. А вот это вот. То же самое с «Сольюс» мы делали. Такой просто тестовый вариант. Здесь сложно, потому что здесь были дети от грудных до нагловатого подростка, который всё время на них всё хватало. Мне всё время приходилось его отгонять. Вот. А это мы уже перешли к следующей теме. И я думаю, что сейчас мы посмотрим фильм. А, нет. Давайте я вам покажу это. Значит, это в конце прошлого года меня пригласили принять участие в съезде слоу-фуда. Это организация «Терра Мадра», которая объединяет пищевые сообщества по всему миру. Я там был чужой, если честно, потому что там были в основном фермеры. То есть это были реальные фермы со всего мира. И я не подозревал, каковы масштабы организации. То есть вы представляете себе, какое количество людей, да? И просто, ну вот. Значит, там были лекции, там были какие-то стенды, там были дискуссионные площадки, показывали фильмы, тестировали. У меня там тоже тестируют на сенсорику. Скорее, что все плохо и запущено. В общем, как у нас у всех. Это уже закрытие «Терра Мадры». И немножко мы посмотрим будет в фильме больше про это. Видите, это вот дети разных народов. Это напоминало, я не знаю, там какую-нибудь Олимпиаду или что-то в этом роде. Это были, в общем, представители различных стран, национальных костюмах. Здесь это совершенно не смотрелось как фейк, потому что слоу-фуд это использует не как политический инструмент, а как вот именно то, что мы поддерживаем во всем мире. Это вот разнообразные, значит, представительства вот этих президий, продуктов. Это вот всякие вкусняшки сладкие. Там же был салон вкуса, это лаборатории, где обучали и сравнивали различные вкусовые, дегустационные какие-то вещи. Есть целая организация, которая называется Slow Food on Film. Мы уже в течение двух лет ищем партнера, ну, партнера-спонсора, который даст нам возможность запустить кинофестиваль с лоу-фудовский. То есть огромное количество фильмов есть. Ну, показываем в Солянке, но сколько там приходит, 40-60 человек посмотреть. Хотели сделать вот просто кинофестиваль на эту тему художественно-документального кино. Все это есть, но я не олигарх, поэтому пока что все это... Это вот дегустационная какая-то история, связанная с именно региональным продуктом. Не продукцией какой-то большой компании, там, Мартини Бакарди, а именно с региональной продукцией, которая не имеет выхода на рынок, потому что у них нет таких маркетинговых бюджетов. И они через вот этот фестиваль, они, как сказать, показывают профессионалам, заключают непосредственные договора. Вот это вот. Это называется, значит, Theatre of Taste, Театр Вкуса. Это такое театрализованное представление, но это дегустационный класс. Но разговор здесь идет не о том, что, значит, послушайте, как звучит нота, значит, черных трюфелей в сочетании с... Ну, да. А здесь про каждый продукт рассказывают. Где он выращен, каким фермером, почему, какие там сезонные особенности, какие особенности этот продукт, откуда он взялся, откуда его привезли. То есть люди чувствуют связь со всем процессом. Не... Это вот именно просвещенный гедонизм. Хотя это очень вкусно. Это феноменально вкусно. И повар, который, значит, нам, нас кормил, он говорил, что вот это вот там дикие утки японские, да, что, значит, идет отбор этих уток, что вот... Потому что довольно часто в них встречаются дробины. Поэтому если вдруг попадется кусочек металла, вы не расстраиваетесь. Ну, вот такая вот история. Вот это еще. Вот это... Виктор. У нас 20 минут до конца. Очень интересно. Так, все, значит, это основатель Slow Food Карла Петрини. Закрытие. Я думаю, что действительно можно фильмы не показывать, потому что на самом деле все я здесь показал, но можно, если есть вопросы, наверное, действительно... Я думал, что вы меня будете перебивать, но не получилось. Хорошо. Очень завораживает. Очень завораживает. Не хочется перебивать. Друзья. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Виктор. 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 корпорации. Цены сравнялись практически. Если вы пойдете на рынок, или фермерский рынок, или магазин, который торгует фермерскими продуктами во Франции, в Италии, в Германии, даже в Англии, вы увидите, что по многим показателям цены сравнялись. На это ушло 20 лет. И у нас на это уйдет довольно много времени. Но помогать нужно. Как помогать? Есть два способа. Первый – это государственная помощь, которую оказывают в Европе фермерам. Им дают дотации и так далее. Второе – как в Америке. В Америке государственная помощь. Америка и государственная помощь – это две вещи несовместные. Мы это знаем. Там помогает сообщество, комьюнити. Люди создают сообщество. Энтузиасты создают сайты, где вы на этом сайте, вы знаете, кому позвонить, чтобы вам привезли свежие яйца. И вот так. Все очень просто. Сокращается путь от грядки до стола, сокращается накладные расходы, падает цена. Ответил на вопрос? Девушка сначала. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы говорите о том, что нужно сокращать путь от стола, от фермера до стола. Но при этом существует, например, Новиков делает свои свежие продукты, которые он растит на Рублевском шоссе. Разве это свежие, полезные продукты? Потому что все это получается, что будет вокруг Москвы. Да. С Москвой вообще все очень сложно, потому что по философии, по как бы канонам slow food, местными считаются продукты, выращенные в округе 60 километров от места продажи. Что у нас 60 километров отсюда? Это в основном кладбище, да? Или там какие-нибудь заводы, да? Поэтому мы в Москве приняли значит, такой принцип. Мы считаем фермерскими продуктами, продукты, которые выращены в доступности на автомобиле. То есть, чтобы их там в 4 утра загрузили в машину и в 9 утра могли продать на рынке. 300-400 километров. А про Новикова ничего не скажу, а то могут найти. Скажите, пожалуйста, в России понимается это как проблема? И обращает ли власть на это внимание? На каком уровне сотрудничество сейчас происходит? Ну, я там выступал иногда на каких-то конференциях, круглых столах и так далее. Но в принципе вся инфраструктура питания, начиная от представителей транснациональных корпораций, которых, к сожалению, здесь нет, а то бы мы с ними через сети магазинов, рестораторов, они в этом не заинтересованы. Они не заинтересованы в фермерских продуктах. Поэтому только вот то, что называется grassroots movement, когда мы снизу начнем их подбирать и начнем как противные европейцы говорить, откуда у вас этот огурчик, а что это за рыбка, где она выращена, откуда вы это взяли, а наши официанты они не очень или продавцы ориентируются. Но фермерский фестиваль поддерживал, причем это был единственный спонсор, который нам дал денег, смешных, правда, но денег, это была азбука вкуса, потому что руководство азбуки вкуса, ну, я не знаю, чистили карму или что-то, но они понимали, что, ну, это нормально, это нормально, я считаю, что это нормально, производители оружия, значит, спонсируют госпиталь, нормально, это как бы, они нам дали денег, поэтому понимание на разных слоях, в разных уровнях, на уровне людей, индивидуумов, личностей, есть, а институционализированного нет, и будет ли непонятно. День добрый, Виктор, меня зовут Оксана, как маркетолог к маркетологу. Понятное дело, что фастфуд появился в ответ на убыстрение темпа жизни, и невозможно сесть вокруг круглого стола спокойно всей семьей по обеду, если вся семья вот так вот распитается. Да. И невозможно следовать вот слоу лайф, если твой темп жизни такой, как в Нью-Йорке, такой, как в Москве. Вот, каким образом здесь двинуться, уехать на алтарь, слоу лайф? Ну, значит, есть, про слоу лайф, к сожалению, мы не успеваем сказать, в двух словах скажу. Слоу фуд влилось, это был один из первых направлений, которые дали толчок общему движению изменения не жизненного стиля, а образа жизни, да, который мы называем слоу лайф. Это слоу арт, это слоу тревел, это, я не знаю, там, слоу муви, все что угодно. Действительно, уход от клиповой эстетики, от фастфрек и так далее, которые были привиты 80-ми, 90-ми годами. Это слом философии всей, мы можем устроить еще пару лекций, три, четыре, пять на эту тему, переход, я пошутил, не пугайтесь, значит, переход с парадигмы ориентации на результат, на ориентацию на процесс. Меня всю жизнь, значит, когда я жил на Западе и здесь, меня все время говорили, Виктор, ты, you're not result-oriented, мне это поставили в вину. И я, значит, как шкодливый, значит, школьник уходил в угол, ну почему? Мне нравится то, что я делаю, а что из этого получится? Ну да, хорошо, конечно. И вдруг, в 21 веке, немолодным человеком, я увидел, что это стало доминирующей парадигмой, все больше людей ориентируется на процесс. Если ты ориентируешься на процесс, и ты приезжаешь в Париж, и ты говоришь себе, не хочу в Лувр, весь, всю неделю проведу в Булонском, Булонском, значит, лесу, это самое, лесу. И тебе, если ты принял для себя, что ты не, ты не, ты не должен ставить рекорды, количество посмотренных музеев, значит, музеев, это самое, знаете, как там, как было написано в книжке, которую я в детстве прочел, произвело сильное впечатление, нельзя перелюбить всех женщин на свете, нужно к этому стремиться. Вот если отойти от этого принципа, да, что не нужно стремиться перелюбить всех, да, пересмотреть все, перепробовать, съесть, носить, потому что фаст-трек пришел к страшным вещам, фаст-фэшн, да, когда ты не можешь покупать нормальные, дорогие вещи, ну, качественные, потому что их все равно в следующий сезон надо выбросить или отдать бедным, да, когда, и так далее, и так далее, когда ты не можешь сказать, ты знаешь, я пересматривал Бергмана, Бергман, это что-то такое черно-белое прошлого века, да, это привитые нам транснациональными корпорациями, маркетингом, традиции, быстрее менять новое, новое, потому что надо продавать. Если мы будем ездить на одной машине 20 лет, то кто купит новую машину? Если мы будем носить штаны, значит, по 10 там лет, то кто купит новые штаны? Если мы будем, и так далее. Это философия, которая нам была манипулятивно внедрена. Слава Богу, во всем мире мы от нее отходим. Здравствуйте, меня зовут Антон, у меня немного проговорили про слоу-лайф, у меня такой практический вопрос. Вот ваш личный опыт, сколько времени у вас уходит, например, на приготовление еды, как вы выбираете продукты, сколько времени вы едите, как ваш быт устроен в этой философии? Вы бы еще спросили меня про вредные привычки. Это очень сложный вопрос, потому что моя жизнь, я, к сожалению, помимо того, что я ориентирован на процесс, я еще и СДВГшник, то есть я по психике своей очень быстрый человек, поэтому мне сложно жить в формате слоу-лайф. Но я готовлю, то есть я покупаю продукты, я покупаю их на рынке либо Драгомиловском, либо рынке выходного дня, где всегда есть местные продукты. Значит, там... И они значительно дешевле. Да, они дешевле. И их можно выбрать, и вы, если вы ходите к одной той же тетеньке, вы уже примерно знаете. Я прихожу на этот рынок выходного дня, она говорит, как всегда, полкило творожку, вот этого попробуйте. То есть вот они знают. Значит, я умею и люблю готовить, и умею, это значит, я не по книжке готовлю, а из головы. То есть, значит, и я люблю приглашать своих друзей на обед. Я готовлю, приглашаю друзей, и мы сидим за столом, да, и мы едим, и пробуем, и, значит, одна смена блюд, другая... Это не бог весть, что там никаких фуа-град, значит, трюфелей нет, но что-то такое. Они меня спрашивают, вот как это, вот откуда? Я говорю, вот подумал, значит, это с этим, а здесь вот, а, о, прикольно, интересно. То есть, с едой, в общем, мне кажется, нормально. Второе, в своих там путешествиях, привычках, вот у меня был, я был там воспитан, там, ты что, вот эту книжку уже второй месяц читаешь? Я говорю, да, читаю эту книжку второй месяц. Я читаю медленно, нормально, ничего. А ты видел этот фильм? Нет, не видел. Почему? Я говорю, ну, как-то... Вот, я привык, я себя переломил, потому что это было сложно, потому что я был воспитан вот именно в этой вот системе рекордов. Йога очень помогает. Я начал заниматься йогой 7 лет назад. Первые инструктора говорили, для тех, кто может, да, поставить руки на пол, значит, нужно тем, кто не могут, могут исполнять другое упражнение. Мне это бессила. Потому что йога, это не насчет можешь-не можешь, это насчет внутреннего состояния. В конце концов, после 5 лет я нашел парня почти моих лет, который это прекрасно понимает, который говорит, мы не ставим рекорды, ничего страшного, вы должны, каждый работает сам с собой, вы должны получить ощущения. Это появляется, это, в общем, становится все больше и больше общим местом, мне становится все легче, и все меньше приходится объяснять, почему я так, почему я живу так, а не эдак. И у нас, наверное, хватит времени только на последний вопрос. Есть у кого-то? Виктор, у меня вопрос. Вы интересную историю рассказали сейчас, именно про свой опыт. Хотела уточнить, как Ваша организация относится к вегетарианству, есть ли особое какое-то отношение к вегетарианству. И второй вопрос, что каждый из нас может сделать, чтобы как-то повлиять, посодействовать этому, в развитии этой организации в России. По поводу вегетарианства, я сказал, что слоу-фуд – это инклюзивное движение. Мы не ограничиваем, мы не говорим, вот этого делать нельзя, этого делать не надо. Поэтому, если Ваши убеждения вегетарианские совпадают с нашими относительно того, что еда должна быть вкусной, чистой и честной, мы как бы абсолютно нормально к этому относимся. И среди слоу-фудовцев. Кстати, есть вегетарианцы, которые не едят мясо, не из идеологических соображений, потому что им невкусно. Вот этих людей я просто уважаю. Вот когда человек настолько чувствует свой организм, говорит, что, знаешь, я перестал есть мясо. Я говорю, почему? Ну, как-то мне не нравится. Вот это потрясающе, конечно. А что сделать? Сложно сказать. Можно вступить в организацию. Можно подумать, мы с сентября начинаем, я надеюсь, целый ряд сенсорных классов. Если у Вас есть некий, как сказать, педагогический зуд и желание преподавать, и желание это делать, если не бесплатно, то за не такие небольшие деньги, то давайте, так сказать, обменяемся контактами, и, может быть, Вы станете одним из наших преподавателей, потому что у нас есть школы, центры, детские, где всюду нужны люди. С драйвом. Понимаете? Мы не можем нанять школьных учительниц, бывших, которые будут говорить, ээээ, а сейчас похрустим. Нам нужны люди с драйвом. Если есть драйв, если Вы хотите его направить на это дело, то welcome. Ну, а если Вы вдруг найдете каких-то институциональных партнеров, спонсоров, потому что, понимаете, вот тот фестиваль, который я Вам показывал, там дикое количество денег потрачено. Это, начиная от правительства там, значит, итальянских провинций, заканчивая там, организацией объединенных наций, дают деньги на слов. Вот. В России мне все аплодируют. Вот. Ну, да. Я говорю, единственная азбука вкуса, по-моему, была единственная. И вот, похоже, еще один самый-самый последний вопрос. Есть? Нету? Нету. Ну, тогда какое-нибудь заключительное слово для всех нас. Ну, заключительное слово, я думаю, такое. Я Вам рассказал об одной из историй, которые, на мой взгляд, характеризуют вот наше время, наш 21 век. Мы все из стандартизации, унификации и, значит, установления рекордов и карабкания по лестницам, значит, расходимся в индивидуальность, понимание себя. Тратьте побольше времени. Я не, я не собираюсь умирать, это не завещание. Но это, ну, тратьте побольше времени на то, чтобы понимать себя. Вот этот вот путь к себе, который занимает, у меня заняло там 40 лет, наверное, это самое главное, что можно найти. Если Вы на этом пути встретите слоу-фуд, будет здорово. Если это будет что-то другое, тоже здорово. Главное, чтобы... И тогда Вы будете каждое утро просыпаться с ощущением, не что, ой, опять новый день, ой, я хочу спать и так далее. Вы забудете такое не выспаться. Вы будете просыпаться и говорить, а, сегодня у меня это, это, я снова получаю удовольствие от жизни, я снова живу, я снова... И вот это то, к чему надо стремиться, мне кажется. И за это нужно бороться, защищать право на удовольствие для себя и для окружающего мира. Спасибо. Виктор, спасибо большое. Это был Виктор Майклсон, глава крупнейшего в России конвивиума слоу-фуд, доцент РГГГУ, организатор компании «Коммуникатор». И большое спасибо всем, кто к нам сегодня в гости пришел и смотрел нас. Всего доброго. Спасибо. Спасибо за внимание. Ольга, спасибо большое. Давайте Ольгу благодарим за организацию всего этого дела. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛЕКЦИИ НА ДОЖДИ